Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июля, дегустируем очередные новинки. Вот сорт Этуаль попробовали, попробовали Кумата, черный томатик, попробовали малиновую зебру, попробовали оранжевую зебру. Дошли до задницы обезьяны. Сейчас я все раздвину задницу на первый план и будем о ней говорить. Сначала этот сорт, задницу обезьяны, я даже боялась садить, потому что почему-то в моей голове возникла такая мысль, что вырастет что-то ужасное, такое страшное. Но я же знаю, как выглядит задница обезьяны, что даже кушать будет неприятно. И я подумала, что назвать так томат могут точно только иностранцы. У нас русским селекционерам ни разу в жизни не придет, как назвать свой любимец, питомец, своего питомца таким словом, что это... Но у нас обезьян, хотя и нет, но никто же не называет задница коровы, задница свиньи. Короче, а оказалось, что задница обезьяны отличается от других просто, потому что вот эти вот плечики, написано, что они вздернуты. Видите, кто-то плоско-округлый есть сорта, а эти вот так вот кверху подняты. Ну вот сейчас я вот здесь покажу вам. Вот тоже задница обезьяны. Видите, резко поднята. И когда вот эту вот уберем и плодоножку, ну и вот автору пришло в голову, что похоже на задницу обезьянки. Ну хотя совсем не похоже, томаты очень симпатичные, они сердцевидные, розовые. Сейчас вот буду делать дегустацию, расскажу подробнее. Задница обезьяны. Я если бы название не знала, сроду не подумала бы. Как я вам уже говорила в теплице, я ее сначала побаивалась, но потом, когда я посчитала на, ну, описание, оказалось, что это обычный сорт. Так, что я узнала про задницу обезьяны? Что это старый, ну как старинный, фамильный сорт семьи какого-то человека, Тома Вагнера, который проживает в США. И я прочитала, что сначала они жили в Италии, и вот этот сорт они там получили, вывели, или не знаю, кто-то им дал. Потом, вот в Италии указана провинция Чезерту, что ли, город Риардо, я даже выписала. Короче, из Италии задница обезьяны переместилась в США, и потом она начала расползаться по всему миру, короче. Что о ней можно узнать из интернета? Что куст обычный, я вот вам показывала, висит много вот этих вот у них плодов, плоды сердцевидной формы, иногда на сайтах пишут сердечной формы, сердечной формы. Короче, плоды могут быть, разнос у них большой от 250 грамм до 500 и до 700. Я, правда, не взвешивала, но вот эти, наверное, ну, грамм 250-300, а вот эта вот задница обезьяны самая здоровая, она, наверное, потяжелее. Видите, она даже у меня в руку не входит. И все из-за того, что вот эти вот боката все-таки, там вот не так видно было, плечики вздернуты, и когда вот эту вытаскиваешь, сейчас я вытащу, ее, конечно, можно отдаленно назвать, вот эту выемку, вот эту выемку какой-то, ну, чьей-то задницей, ну, это, конечно, надо иметь очень богатую фантазию, ну, мне кажется, помидорка и помидорка, ну, что, ну, а может быть. Ну, он, наверное, больше знает толку в задницах обезьяны, он, наверное, чаще их видел, я-то не видела, если честно, давно уже, много лет. Ну, короче, вот это вот простой торт, ой, сорт сердцевидные томаты, розовые, красивые, которые почему-то обозвали вот задницами, мне даже за них обидно. Я сейчас одну разрежу, мы посмотрим. Вот видите, вот она, эта вздернутость. Кстати, вздернутость очень хорошо заметна, видите, где дырочка, и как высоко вот эти. Остальные это томаты, которые плоско-округлые, они действительно, вот, сейчас уберу вот эту жопку, они действительно, если плоско-округлые, то у них, ну, никак не могу не вырвать, у них этих нету таких, а у этой прям тут гармошит вокруг этой дырки, прям такие. Ну, вот такая у нас задница обезьяны, номер 375, и, конечно, раз это сорт из Америки, там откуда-то он сначала с Италией, ясно, что он считается коллекционным, и что в продаже его, ой, какая красивая задница обезьяны, а может быть, потому что она такая красная, он ее назвал. Да. Тут вот про странную вещь, девушки уже много всяких предположений, один из них, который про собачку, мне больше всего понравился. Я говорю, молодцы, американцы, назовут как-то необычно сорт, и сразу ажиотаж вокруг этого томата, сразу думаешь, вот у меня лично, у меня же фантазия богата, я сразу, а почему он так подумал, мне охота доискать, найти истинную причину. Мясистая, вкусная, ну нафиг, ну вот зачем он так назвал, как я могу сказать, мясистая, вкусная задница обезьяны, ну это же будет как-то не очень красиво. То же самое, что сказать, задница обезьяны сахаристая, вот такая красивая на разломе. Короче, я заканчиваю дегустацию, хороший сорт, прекрасный, крупные плоды, очень урожайный. Эта задница обезьяны оборвала мне все тросы там, в теплице. Я там сняла видео, еще не выложила, монтировать некогда, что вот из-за задницы обезьяны, действительно, они вот последние шоколадные, а она здоровая, задница обезьяны, они такие тяжелые, ну представьте, вот такие плоды там висят огромные, все тросы оборвались. Все, сорт хороший, рекомендую. По крайней мере, он, вот если, этот, эту аль я смотрела, что там разрезаешь, действительно, для формирования он подходит, а если вот резать на салат, там самого вот этого, мякоти, то томатного мяса не очень много. Ну а здесь, у задницы обезьяны, конечно, только одно мясо внутри. Для салатов, наверное, идеально подходит. У меня, кстати, вызрело, я же высаживала в уральскую теплицу очень поздно, плоды уже поспели и плоды крупные поспели, так что, хорошие у нее, мне понравились результаты выращивания этого сорта. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok